Есть проблема не только утечки мозгов, но и соблюдение академической честности в университетах. Угрозой стало стремительное развитие искусственного интеллекта. Иностранные учебные заведения уже заявляют, что развитие чата GPT затрудняет проверять работу на плагиат и сводит на нет логику всего учебного процесса. Ожидается ли подобное в казахстанских вузах, узнавала Бута Ибрагимова. Совсем недавно все было просто и понятно. Студент сдавал курсовую или дипломную работу, а преподаватель быстро проверял текст соответствующими программами на наличие плагиата. А если тот был взят из сети, то обучающемуся приходилось переписывать работу до тех пор, пока большая часть текста не станет уникальной. Однако с появлением чата GPT выявить, проделана ли работа студентов самостоятельно, стало практически невозможно. Новая технология без труда генерирует оригинальный текст, который проходит проверку программ антиплагиата. По этому поводу первыми тревогу бить начали иностранные учебные заведения. Если все, что у нас есть перед собой, это письменный документ, то невероятно трудно доказать, что он написан машиной, потому что у него стандарт письма часто хорош. Владение языком и знание грамматики здесь часто лучше, чем у студента. Так, несколько зарубежных вузов уже заявили, что планируют отчислять студентов, пойманных в использовании искусственного интеллекта для написания работ. К тому же теперь университетам придется пересмотреть традиционные способы проверки итоговых знаний студента. А вот отечественные вузы опасения иностранных коллег не разделяют. По мнению экспертов, нашим студентам придется подождать еще лет пять, чтобы чат GPT смог написать им дипломную работу. Потому что пока искусственный разум получает и лучше обрабатывает информацию на английском языке. Он написан на естественном языке, на английском языке. Естественно, создатели, они больше, он заточен под английскую речь и под английскую литературу, английские тексты. Естественно, он хуже работает с русским текстом, тем более с казахским. Между тем, казахстанские университеты относятся к чатам генерации текстов как к вспомогательному инструменту и не видят проблемы в использовании чата GPT в написании дипломных работ. Наши преподаватели заявляют, что если менеджмент учебного процесса организован правильно, то схитрить у студента не получится. То есть во время написания дипломной работы обучающегося просто нужно проверять на всех этапах. И тогда чат GPT будет лишь вспомогательной программой, а не способом мошенничества. Важно просто определить место этому инструменту и такие базовые правила игры. То есть студентам в политике нужно внести требование о том, что если используется чат GPT, и студент должен делать на это ссылку точно так же, как он делает ссылку на любой другой учебник, если он его использовал. Сейчас некоторые университеты предлагают не просто ссылку на то, что он использовал чат GPT, а даже в этой ссылке указывать промт, то есть сам запрос. Пока казахстанские вузы искусственного интеллекта не опасаются и принимают как данность современного мира. В глазах преподавателей чат GPT занимает то же место, что и программа проверки орфографии. Правда, трудно сказать, это хорошо или плохо, ведь большая часть мирового сообщества, опасаясь машинного разума, бьет тревогу. Буквально каждый день выходит новая информация, где, кого и как сможет заменить искусственный интеллект. Например, в Казахстане в ближайшие годы из-за чата GPT работы могут лишиться полтора миллиона человек.